Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем тему условных операторов. В языке C имеется еще один оператор ветвления Switch, который позволяет реализовать в программах множественный выбор. Вначале я приведу синдекс из этого оператора, а затем мы подробно посмотрим на примеры его работы. Общее определение этого оператора можно записать следующим образом. Сначала идет ключевое слово Switch, затем в круглых скобках выражение. Вот это выражение является любой конструкцией закасси, которая возвращает целочисленные значения, включая значения типа char. Соответственно, константы, которые прописываются после ключевых слов в кейс, также должны быть целочисленными. Причем вычисляемыми на этапе компиляции программы. Например, обычные целочисленные перемены здесь использовать нельзя в качестве констант. А вот числовые литералы можно. После константы ставится двоеточие и могут быть прописаны операторы, которые выполняются по указанной метке. Обратите внимание, операторы здесь могут отсутствовать. И далее в примерах мы увидим, когда это может быть полезно. Наконец, последнее необязательное ключевое слово default определяет набор операторов, которые выполняются, если не сработала ни одна из меток. Работу оператора Switch проще понять на конкретных примерах. И давайте предположим, что нам в программе нужно реализовать следующее меню. То есть пользователь с клавиатурой вводит одно из целых значений и, соответственно, у нас выбирает тот или иной пункт меню. Давайте посмотрим, как это можно реализовать непосредственно в программе. Значит, вот здесь в начале мы с вами определим переменную, в которую как раз пользователь и будет вводить целочисленные значения. И пусть эта переменная называется item. После этого мы на экран должны вывести вот это вот самое меню. Ну, чтобы показать пользователю, из каких пунктов он вообще что-либо выбирает. Для экономии времени я просто скопирую сюда функцию print, которая и выводит все эти струки. Ну, она записана очевидным образом. Далее нам нужно записать функцию scanf, которая вводит значение в эту переменную. Значит, я запишу ее следующим образом. Здесь будет идти функция scanf, далее спецификатор %d, ну и вот здесь вот ampersand item. Далее мы проверяем, если она возвращает значение неравной единице, а мы знаем, что она должна вернуть значение 1, если пользователь ввел верные данные с клавиатуры. Но если это не так, если данная, которая вводит, некорректная, то, соответственно, мы в консоль выведем сообщение об ошибке. Ну, пусть, например, вот такой вот. Error input. Error input. И досрочно завершим нашу программу. Return 0. Мы с вами это прописывали уже на одном из предыдущих занятий, поэтому вы должны хорошо знать, как работает эта конструкция. А вот дальше мы как раз воспользуемся оператором switch, то есть условным оператором switch. И здесь в круглых скобках мы указываем вот эту переменную item, то есть это вот как раз то выражение, на основе которого потом будут срабатывать метки. Ну, а сами метки будут следующие. Ключевое слово case, далее константа 1, то есть если переменная item будет равна единице, то как раз сработает вот эта вот метка. И по этой метке мы выведем в консоль соответствующую строку. Значит, строка будет такая. Я прямо скопирую вот ее отсюда и, соответственно, запишу функцию printf. Все. Значит, как только срабатывает вот эта вот метка case1, то, соответственно, вот эта вот функция printf у нас тоже будет вызываться. Ну и по аналогии все остальные метки. Поэтому, опять же, для экономии времени я просто вставлю все эти кейсы. И у нас с вами получилась вот такая вот программа. Довольно простая. Значит, вот здесь вот матч нам не нужен, он из предыдущего занятия вошел. Ну и получилось следующее. То есть после каждого кейса указано числовой литерал от единицы до пяти. И, кстати, в реальной практике программирования этого, конечно, нужно избегать. То есть не прописывать конкретные числовые значения в программном коде. Но так как мы с вами еще не проходили определение констант, то вот эти числа, конкретные числа в программе, следует воспринимать исключительно как учебный вариант. Итак, когда выполнение доходит вот до этого оператора switch, то далее в нем берется значение из целочисленной переменной item, и затем оно последовательно сверху вниз сравнивается с определенной меткой. То есть с теми метками, с теми константами, которые мы прописали после ключевых слов case. И как только значение переменной item равно той или иной константе, то отрабатывает соответствующая метка. Но что значит отрабатывать соответствующая метка? Давайте мы это посмотрим на конкретном примере. Значит, так как мы здесь вводим с клавиатуры данные, то значит вот здесь мы поставим флаг true, то есть мы будем выполнять программу непосредственно в терминале, и запустим ее. Значит, у нас вот здесь вот отображается меню. Далее программа просит нас ввести какое-либо числовое значение. Пусть это будет число 3. И смотрите, что мы в итоге с вами видим здесь в консоли. У нас отображаются три строки. И такой результат часто удивляет начинающих программистов. То есть смотрите, у нас отработал вот этот вот принтф, который идет по значению 3, по метке 3. Но кроме этого принтфа отработали и все остальные принтфы, которые записаны ниже вот этой вот метки case 3. Именно так работает оператор switch. Как только срабатывает какая-либо метка, то отрабатывают все операторы, записанные после этой метки. Причем речь идет именно о ниже стоящих метках. То есть смотрите, если мы вот это вот case 3 пропишем в самом начале, прямо здесь вот сразу идет switch, case 3, снова запустим программу, ведем ту же самую троечку, тогда увидим абсолютно все строчки. То есть отработают все принтфы, которые записаны после вот этой вот метки, после ключевого слова case 3. И этот, и этот, и так далее. Может для вас такое поведение оператора switch кажется несколько неожиданным, но он работает именно так. Но тогда спрашивается, как нам можно реализовать множественный выбор так, чтобы выполнялись операторы только по определенной метке, а не по всем ниже стоящим. Для этого можно воспользоваться специальным оператором, который называется break. И он досрочно завершает работу оператора switch. Например, если мы вот здесь вот пропишем вот так вот break, то как только он встречается при выполнении вот этого вот оператора switch, то дальше управление, процесс управления, переходит к следующему оператору после switch. То есть break в switch работает именно так. Он прерывает работу этого оператора. И благодаря этому, если мы пропишем break после каждого принтфа вот здесь вот, то в итоге мы на экране увидим только одну строку. Давайте опять же запустим программу, ведем троечку, и теперь отображается только одна строка. Строка, то есть отработал только вот этот принтф, и потом, как только встретился break, break тоже отработал, естественно. На этом работа оператора switch завершилась, и мы сразу перешли вот сюда вот к оператору return 0. То есть к следующему оператору после switch. Это один из способов того, как можно прервать работу вот этого оператора switch. На самом деле есть еще несколько способов, но наиболее часто используются вот именно либо break, либо оператор return. Вот если мы вызываем оператор switch в какой-либо функции, ну в данном случае у нас switch вызывается функция main, но часто вот этот оператор switch прописывает в своей собственной функции. Но мы с вами функции еще не проходили, поэтому я этого делать не буду. Но так как у нас сейчас switch прописан в функции main, то мы тоже можем вот здесь вот вместо break прописать оператор return, возвратить вот так вот 0, и таким образом этот оператор switch тоже прекратит свою работу. Но это очевидно, потому что как только встречается оператор return, он прекращает работу функции, в данном случае функции main. И на этом завершается работа нашей программы. То есть если мы вот здесь вот вместо break везде пропишем return 0, то программа у нас будет работать аналогичным образом. Давайте в этом убедимся. Запустим. Введем какое-либо другое значение, допустим 4, ну и в данном случае видим уже вот такую строку. И кстати вот этот вот оператор return используется чаще для прерывания работы оператора switch, чем оператор break. Ну а отличие между работой оператора return, в данном случае break, я думаю очевидно. Если мы прописываем здесь break, то управление программы переходит к следующему оператору после switch, а когда встречается оператор return, он завершает работу текущей функции. В данном случае функция main. Вот это вот конечно нужно очень хорошо понимать. То есть break позволяет нам перейти к следующему оператору после switch. И если после switch нужно обязательно выполнить какие-либо операторы, то конечно мы должны использовать исключительно break. Если же используется return, то у нас завершается текущая функция, и вот все эти операторы, которые записаны после switch, они просто не будут выполняться. Вот это нужно себе очень хорошо понимать и представлять. Ну и давайте для примера рассмотрим еще один вариант использования оператора switch. Вот здесь вот с клавиатуры мы будем вводить уже чаровскую переменную. Ну пусть она также называется item. Далее мы также пропишем вот этот вот scan. Значит зря я стер, но ладно. Пропишем еще раз. Проценты сизии, запятая, амперсант, item. Также проверяем, если не равно единице, то соответственно завершаем работу нашей программы. А далее мы пропишем оператор switch. И этот оператор switch у нас будет делать следующее. Значит мы проверяем значение переменной item, и мы можем вполне это делать для переменной char. Потому что как мы знаем, переменная char, она конечно же представляет один байт в памяти. И как правило используется для представления тех или иных символов. Но символ в языке c, это обычные целочисленные значения. Поэтому для символов вот этот вот оператор switch тоже можно использовать. И как раз вот этот пример я приведу. Значит допустим, если встречается вот такая вот метка, символ а, то есть английская буква а, или вот такая вот метка, заглавная буква а, причем обратите внимание, как я это прописал, то мы сделаем следующее. Вызовем print, ну и напишем что-нибудь такое. Символ а, а большая. Значит slash n, точка запятой, и завершим работу вот этого вот оператора switch. И то же самое для нескольких других букв. Ну допустим, вот здесь вот будет символ буквы b. Значит b малая и b большая. Здесь соответственно мы будем отображать уже букву b. Ну и еще одну букву, допустим, буква c. Значит здесь будет кейс c малая, c заглавная, ну и здесь тоже буква c. Вот таким вот образом мы с вами пропишем программу. И смотрите, что у нас получилось. Для вот этих вот меток, там где малая буква записана, там вообще у нас не указаны никакие операторы. И так тоже можно делать. А операторы, вот эти вот принтфы и так далее, указаны только для заглавной буквы, то есть для метки заглавной буквы. Как это в итоге будет работать? Значит если вот в этой переменной item окажется значение, допустим вот этой вот малой буквой a, то у нас будут отрабатывать все операторы, стоящие после этой метки. А какие это операторы? Ну здесь нет никаких, поэтому ничего отрабатывать не будет. Но мы перейдем к следующей метке автоматом и будет отработан вот этот вот блок операторов. И так как в этом блоке прописан брейк, то далее выполнение программы пойдет не сюда, а сразу вот сюда вот на оператор return 0. И так для всех символов. Давайте в этом убедимся. Значит запустим программу, введем малую букву a и видим сообщение символ a. То есть все отработало как нужно. Если введем большую букву a, то есть заглавную, то увидим то же самое сообщение. То есть вне зависимости от того, какой символ мы вводим, малую букву или заглавную, все равно отрабатывает вот эти вот два оператора. Ну и то же самое для любых вот этих вот двух остальных букв. Допустим введем b, тогда увидим вот это вот сообщение. Ну и для заглавной буквы b то же самое будет. Ну и еще раз подчеркну. Вот здесь вот после кейсов, строго говоря, должны идти целочисленные метки. Но вот смотрите, если мы наведем курсор мыши на вот этот символ, букву а малая, то я видел, что он на самом деле представляется целым значением в соответствии с кодовой таблицей. У меня вот в данном конкретном случае это значение, то есть число 97. Поэтому при компиляции этой программы вместо вот этих вот символов, которые мы здесь с вами прописали, будут на самом деле подставлены целочисленные значения. Именно поэтому в языке C мы можем вот здесь вот в операторе свитч использовать и целые числа в явном виде, и вот такие вот символы. Но что будет, если мы запустим эту программу и введем символ, который отсутствует вот в этих метках? Ну, допустим, символ буквы D. Тогда мы на экране, конечно же, ничего не увидим. Но давайте сделаем так, чтобы все-таки в этом случае появлялось некое сообщение о том, что мы ввели, допустим, некорректный символ. Сделать это можно как раз с помощью вот этого вот ключевого слова default. То есть все операторы, которые записаны вот здесь вот по дефолту, они будут отрабатывать только в том случае, если не сработала ни одна из меток. Ну и в данном случае мы запишем вот такое вот сообщение. Ну, допустим, некорректный символ. Все. Если мы теперь запустим нашу программу и введем тот же самый символ буквы D, то как раз увидим вот это вот сообщение incorrectSymbol. То есть у нас все вот эти вот метки не сработали, поэтому отработала вот эта вот ветка по дефолту. Причем вот этот вот дефолт может быть записан в любом месте оператора свечи, не обязательно в конце. Мы можем его прописать вот здесь вот в начале. То есть работать будет все аналогичным образом. Значит, запустим программу. Если введем там, допустим, символ A большой, то мы видим соответствующее сообщение. Если введем символ буквы D, то, соответственно, увидим, что некорректный символ. Но, кстати, после этого будут выполняться все остальные операторы, которые идут после вот этого дефолта. Поэтому, строго говоря, вот здесь вот, конечно же, break нам тоже нужно прописать. Значит, запускаем программу. Вводим символ буквы D. Ну и теперь все работает так, как это и должно быть. Но все же, как правило, вот этот вот дефолт пишут в самом конце, поэтому оператор break здесь, как правило, не указывается. Вообще в программах вот этот вот оператор switch, как правило, занимает немало строк. Даже в самых простых задачах. А в реальной практике он нередко разрастается до больших размеров и затрудняет восприятие текста программы. Поэтому есть несколько рекомендаций, которых следует придерживаться при использовании вот этого вот оператора switch. Они следующие. Оператор switch лучше выносить в отдельную функцию и прерывать его работы с помощью оператора return. Программу следует организовывать так, чтобы после каждой метки case прописывался вызов некоторой функции. А вместо набора операторов это будет сокращать текст программы и делать его более читабельной. Ну и никогда в программах не используйте вложенные операторы switch. Это только ухудшает читабельность программы и делает ее запутанной. Необходимость вот действительно во вложенных операторах switch при правильной организации программы, при правильной организации логики, она никогда не возникает. Всегда можно просто прописать обычный один оператор switch и соответствующие метки. Вот таких вот рекомендаций следует придерживаться, когда вы используете этот оператор.